Здравствуйте, дорогие друзья! Я сегодня на даче. Сегодня у меня в гостях тандыр. Вернее, я в гостях у тандыра. Вы писали, писали и в Инстаграме, и в Ютубе, что, мол, типа, будут ли тандырные ролики в этом сезоне, этим летом. Ключевой момент. Этот тандыр куплен за свои деньги. Никакой рекламы. Я, значит, два месяца потратил на то, чтобы поработать с ним в разных направлениях. И мясо, птица, рыба, тесто, сосиски. В общем, все было использовано. Ноги, животных, все было приготовлено в этом тандыре. Видите, здесь уже он даже больше не трескается. Мы его хорошенько подготовили изначально. То есть производители, вернее, продавцы, мои друзья, привезли его сюда, аккуратненько растопили, разогрели. И, в общем, самых вот холодных, как раз конец был в Москве, вот этих вот запретных мероприятий. Но еще было холодно. Я помню, как мы сидели у тандыра. Он печет. Сюда кружечку с чаем ставишь на этот краешек. Она нагревается от температуры изнутри. И все сидят в кружке. И прям тандыр это все-таки такая эмоциональная тема, которая притягивает. Центр притяжения. Но нужно знать о нем несколько вещей для того, чтобы правильно выбрать для себя тандыр. Главная задача, если у вас будет огромный тандыр, он неподвижен. Вам вот, чтобы там что-то вдруг будет происходить, вы его не сможете сдвинуть с места. Это жутко неудобно. Мы выбирали маленькие тандыры, узкое горло, три шампура, руки внутрь начинаешь засовывать, обжигаешь себе. Поэтому 34 сантиметра диаметр горла плюс широкое поле. Вот это из, так сказать, большого многообразия оказался самым удобным. Вначале я как повар размышляю, да, а потом уже когда начинаешь тестить, то понимаешь, да, вот это прям удобная-удобная штука. Давайте сейчас растопим просто. Здесь у меня есть зольник. Зольник сюда из дырки. Вот здесь есть дырка, поддувало. Вот к ней крышка. Мы ее на стадии растопки не закрываем, для того, чтобы здесь, ну, шла тяга. Да, зольник ставим, чтобы ничего не сыпалось. Соответственно, кочерга, совок здесь на крючках висят. Внутри есть колосник. Сейчас его нету. Такая решетка, да, которая как бы вот как в печи. Вы кладете дрова, там тяга, что-то падает. Этого вообще, короче, оказалось, что это самая ненужная вещь в тандыре, потому что он и так прекрасно растапливается. Обязательно лиственные дрова используются для протопки тандыра. Никакой сосны, хвойных и всего прочего. Все будет закопчено, вся смола начнет внутрь заходить и так далее. Принцип тандыра. Мы нагреваем стенки, и за счет стенок он готовит. Прямой жар от углей, во-первых, не нагревает тандыр. И все, что крайнее, все горит. Там прямое инфракрасное излучение, которое до точки доходит, врезается и жарит то, что в точке. Не нагревает. Мы пробовали. Пол мешка было испробовано туда, брикетов вот этих вот. Они становятся красные. Но температура продолжает падать. Он остывает. Они для гриля. А здесь конкретно дрова. Только дрова, ничего больше другого. Поэтому березовые щепочки. Сюда как костер, короче, делаем. Причем очень важное, так сказать, знание тандырное. Щепочки у нас и мелкие дрова только для розжига. Вот такими щепками догонять температуру очень сложно. Не нагревается он от этих щепок. Ему нужен конкретный нагрев, короче. Это конкретная штука такая прям. Дрова настоящие, большие. Сюда несколько поленья. Процесс не быстрый. Прям минут 30-40 он начинает разгораться. Вернее, нагреваться. Вы уже видели внутри, да, когда я складывал, светлые стенки внутри были. Буквально через 5-7 минут нужно будет показать, для того, чтобы зрители увидели, какой он будет черный изнутри. И потом, когда все стенки станут белоснежными, белыми, ну, в меру, да, какой цвет глины, просто белейшими, тогда он готов к тому, чтобы в него опускали еду. Вот это вот очень важный момент. Я настолько был удивлен, что, типа, я говорю, слушай, он черный, а как же лепешки там лепить или еще что-нибудь? Мне продавец говорит, увидишь, потом он будет белый внутри. Теперь сюда закидываем несколько больших поленев. Маленькие щепочки разгорелись. Большие поления у нас 3-4. Вот мы сейчас будем делать крылья. Крылья по объему, сами небольшого размера, правильно, температура будет обходить каждую часть крыла со всех сторон. Значит, мы ориентируемся на температуру внутри, температуру разогрева стенки, где-то примерно 250-270 градусов. 300 максимум. Больше 300 для курицы не надо. Вот смотрите, сейчас стенки тандыра черные. Вот посмотрите, как какие-нибудь позже. Но, учитывая, что пламя, он оттуда выскакивает. И сюда к нему не подойти на 2 метра. При этом шамотная стенка, если поглядеть на термометр, она еще вообще даже не нагрелась. Даже не сдвинулась температура с места. Внешняя шкала Фаренгейт, внутренняя Цельсия. Ну вот, 50 градусов, дай бог. У меня здесь две пачки крыльев. Крылья это, наверное, одно из самых, блин, вкусных, что можно без труда приготовить в тандыре. Значит, здесь у меня 700-700, полтора килограмма. Четыре зубчика чеснока. Хрустит чеснок. Но поддаваться не хочет. Я его особо не рублю. Ну так, знаете, не надо там мельчить, как вам понравится. И сюда. Здесь у меня черный перец с солью. Перемолотый в ступке. Так, здесь его многовато. Черная зира. Черная узбекская зира. В ступке самое то. Черная узбекская зира самая вкусная. Методом проб и ошибок выяснилось, что маринад для крылышек из чеснока, зиры и соли самый вкусный. Из тех, которые мы пробовали. Пробовали мы за два месяца для тандыра массу всего. И сладкие, и с ветчили, и с лимоном, и без лимона. Чего только не пробовали. Остановились на зире и чесноке. Значит, ее, конечно, надо перемолоть. У меня обычно с собой в сумке кофемолка, но тут я недавно был в гостях и оставил ее там. Но тут смотрите, если вы зиру, скажем так, не очень любите, вам придется потрудиться, чтобы получился порошок. Купите молотую, значит потеряете примерно процентов 85 аромата. Заранее молотая в пакетиках, она уже все, ничего не стоит. Поэтому покупайте всегда у узбеков, спрашивайте, скажите, черная ваша зира узбекская. Маленькая, мелкая, не светлая иранская, а вот такая именно. Она вкуснее, к ней быстрее привыкаешь, начинаешь быстрее ее понимать. В чистом виде зиру не рекомендую, она очень яркая. Поэтому чеснок ее сильно-сильно гасит. И получается прям... Я особо не жалею зиры, но ее в принципе здесь не так много, как кажется. Все, соль, чеснок, зира перемешали. Я не смазываю крылья маслом перед жаркой, не в маринаде, потому что они достаточно жирные. В смысле кожа достаточно жирная для того, чтобы при жарке выделять этот жир. А вот свинина, говядина, телятина, баранина, она, конечно, требует вкрапления масляного в процессе маринада. Все, замариновали. Это грубо сказано. Посыпали, приправили. Огонь. Температура у нас уже 250, даже чуть больше. Так, нагрелись стенки. Осталось небольшое количество, буквально одна полежка. И собрался уголь. Тут жар, конечно, сумасшедший. Когда остается совсем одно полежка и там, скажем, остатки огня живого, то можно в этот момент накрыть крышкой для того, чтобы уже прогревалась крышка, пока догорает полежка. Вот посмотрите, после 200 градусов стенка становится белой. Там есть, конечно, небольшая пыль еще внизу, но это уже не считается. Вы же видели, какая она была, когда мы только начали разжигать. Была полностью черная. Все, крышка. Вот, зараза, тяжелая. Крышку накрываем. Нам тоже крышку нужно прогреть, но без верхнего колпачка. Тут жарко очень. Есть еще верхний колпачок, который прикрывает вот эту всю конструкцию. Крышку нельзя ставить на тандыр в тот момент, когда идет активное пламя. Во-первых, крышка мешает пламени выходить. Во-вторых, если ее перегреть, есть вероятность того, что она треснет. Поэтому к крышке нужно относиться аккуратно. Когда уже, так сказать, остаточный огонь догорает, последние, так сказать, остатки поленьев, вот тогда и время ее ставить. Тандыр, кстати, не большой, не маленький. Как раз вот середнячок выдает самую нормальную нагрузку. Он удобен, потому что, я вас уверяю, когда у вас будет стоять огромный тандыр, это такая прожорливая штука. Вот вы просто даже себе не представляете. До 250, да, у меня уже 270 градусов. Я сюда, чтобы вы понимали, вот березовых чурочек, да, поленьев, сюда отправил раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. То есть, почти там, вот целую вязанку я отправил сюда, ему, так сказать, на съедение для того, чтобы нагреть его до 300 градусов. Представляете, если тандыр будет в два раза больше, то есть, в два раза больше дров его в него приходится накидывать для того, чтобы... Нам, кстати, вот пришла такая штука, она была вместе с тандыром. Я не знаю, производители очень мощно, так сказать, подходят идеологически к созданию аксессуаров. Это вещица для того, чтобы крышку сюда ставить. Но и она же дровяник. То есть, по всей логике, если ты сюда накидал дров, и пошел дождь, ничем не закрыто, дрова намокают. Значит, если он будет стоять под крышей, тут жар такой, что если высокая крыша, еще более-менее. А если низкая крыша, вон где ветки висят, мы по осени там посожгли все на свете. То есть, получается, что она для крышки, но дрова здесь как бы неудобно хранить. Если будут дрова, ее не поднять. Если вы хотите вправо-влево сдвинуть тандыр, вот эту штуку за ним таскать неудобно. А так как крышка тяжелая, крышку неудобно таскать через весь двор туда. Странный аксессуар, недоработанный. Почему он так сделан, я вообще не знаю. И самая главная беда в этом во всем такова, что на тандыре всего лишь два крючка. Для кочерги и для совка. Вот если бы производитель сделал еще четыре крючочка, тогда сюда можно было бы притулить, например, решетку, вернее, крестовину, на которую мы вешаем шампуры для шашлыка, еще что-нибудь. А так получается, что тандыр, на него ничего не повесишь, вот это все хранить, вот оно валяется. Одна палка здесь, на мангале. Там шампуры где-то вообще валяются. Вот это, значит, крючок для снятия лепешек, который очень удобно использовать как кочергу, потому что вот эта кочерга настолько короткая, что как только ты в горящий тандыр опускаешь руку, у тебя горит все. Для этого нужно, короче, перчатку надевать. Перчатку нужно где-то искать, потому что здесь не приспособлено ничего для перчаток. Это прям нужно какую-то отдельную штуку придумать для аксессуаров, и потом думаешь, ё-моё, я купил тандыр, вроде стоит недорого. Блин, а аксессуар одевать некуда. А вот здесь, если сделать ряд крючочков, вот сюда было бы круто. Я изредка, когда не ленюсь, вот можно тут изловчиться и повесить крестовину вот на этот крючок. Слава богу, он есть, потому что если бы его не было, то эта штука вообще не нужна. Потому что я эту крышку могу поставить, и на стол, и на деревянный, на пластиковый не поставишь, потому что она прогревается, и на деревянный поставишь. То есть только для крышки иметь в эту штуку, ну, а вот если бы здесь всякие были штучки-дрючки, полочку, нафиг здесь дрова хранить. Полочку сделал, решетки сюда какие-нибудь положил, шампуры положил. Если здесь запаять всю эту конструкцию, то тогда дождь прямой не будет попадать ни на решетки, которые здесь лежат, ни на шампуры. Ну, то есть надо как бы к этому подходить всегда. Когда вот я размышляю как, вот если ты делаешь тандыр, что дома у тебя тандыра нету, ё-моё, ты бы уже 10 раз там его там, тандыры годами делают в заводы, годами, и они не могут придумать, как бы такие какие-то вещи, элементарные, крючки, для того, чтобы это все было удобно хранить. Понятно, что может быть вы на аксессуарах делаете доп. цену, и так и происходит. Там все аксессуары для него стоят примерно 25% от стоимости там тандыра. Конечно, это выгодная вещица. Что у нас тут происходит? У нас 270 градусов. Там догорает, скажем, последние кусочки. Значит, давайте быстренько насадим вот на такую ёлку. Это, кстати, тоже аксессуар, который идет отдельно от тандыра. У меня две ёлки, одна большая, с длинными такими зубцами, с большой сковородой. Это маленькая ёлка, когда у вас там пару пачек всего. На большую ёлку входит 3 килограмма крыльев. Вот у меня сейчас полтора килограмма, вот как раз на маленькую они великолепно сядут. Перчаточку, да, чтобы не бегать туда-сюда, крана здесь под рукой прям нету. Я всегда рекомендую перчатки надевать, для того, чтобы потом не мыть руки. Выкинул перчатку и все. Крылья не холодные, они лежат у нас на солнце. Сколько тут? 15-20 минут, пока мы мариновали, пока туда-сюда. Они у нас нагрелись, это значит, что они будут довольно быстро жариться. Вообще, вот полтора килограмма крыльев в тандыре при температуре на термометре 270-300 градусов готовится где-то 15 минут максимум. Максимум. Но нужно поглядывать, для того, чтобы у вас тут ничего не подгорало. Значит, я всегда делаю так. Сначала начинаю с верхней части. Насаживаю так, чтобы дырка была вот здесь, между плечевой фалангой и двумя косточками. Так будет удобнее. И нужно стараться делать так, чтобы одно крыло не перекрывало другое. Все, и на елку натягиваем игрушечки такие раз, симпатичные. Так, это неудобно. Это должно быть вот так. Нужно стараться насаживать крылья так, чтобы воздух горячий проходил везде между ними, чтобы они не слепались. Будет слепленные вот так вот, видите, пару сантиметров оставляем. Штука занятная. Можно, конечно, и пальцы себе попротыкать, но при должном, так сказать, уходе, вернее, при должном подходе все будет нормально. Заодно посмотрите потом, как это будет великолепно выглядеть. А зимой это можно даже представить своим гостям как новогоднюю елку. Ребята, новогодняя елка, разбираем игрушки, подходим, наливаем чай, квас, пиво, горенькую, кто что любит. Так, куда нам еще? Ну, давайте. Смотрите, здесь сковородка является отсекателем. На нижний ярус, сюда ниже, когда набиваете, вот это меньше готовится, вернее, на нее воздействует температура меньше, чем на верхние. Поэтому, когда у вас, скажем, осталось там пару крыльев, вы глубоко туда не насаживайте, сверху раз, и все. в сковородочку можно накидать какой-нибудь картофана, картошечку я рекомендую брать маленькую и потом ее надрезать, слегка в кипятке подваривать и только потом насыпать, потому что 15 минут крылья готовится, картошка никогда не успевает приготовиться за 15 минут. Мы пробовали разные способы, поэтому ее нужно всегда подваривать. Ну и все, у меня здесь есть несколько шампиньончиков, и я их сюда вот, знаете, как гарнирную составляющую наколю. Пусть поджарятся. Они, конечно, под такой нагрузкой будут офигевать, но ничего страшного. Во! Вот так вот. Все, елка должна на елку быть похожа, правильно? Вот здесь у меня еще одного не хватает. Опа! Все, разгребаю угли, закрываю поддувал, сильно туда его не втыкаю. Вообще, у тандыра вот эти вот маленькие составляющие всякие, будь то колосник внутри, которым там, может быть, вы полюбите и вы будете пользоваться, я так его не полюбил, не понял, зачем он нужен. К ним нужно относиться очень аккуратно. Шамот все время двигается. Например, если вы положили колосник и плотно его туда забили, при разогреве металл расширяется, шамот напрягается, он вот так закоксовывает, что вам его типа пора уже вытаскивать, мы тоже с такой штукой сталкивались. И так же, как поддувал, оно керамическое, не дай бог у вас что-то попало или вы наискоси его туда задавили, все, потом не отколупаете. А стучать металлом невозможно, это же керамика, ты сразу все поломаете, поэтому надо очень аккуратно притулили и все, пусть там стоит. Я уголь отсюда не выгребаю, потому что есть отсекатель. Вот если у вас решетка и внизу нет никакого отсекателя, соответственно, нижняя часть у вас вся сгорит. Снизу от угля очень-очень мощная. Немножко щипы хорошо бы подмоченной бросить туда. Я всегда это делаю на крылышки. Ну вот мне нравится, когда крылышки слегка подкопченные. С легким-легким, там буквально пару щепоток и опускаем. Ставим прямо на уголь и сразу же крышечку раз ай, зараза, дым от щипы уже начинает, щипа начинает нагреваться тут же. Все, смотрим, чтобы у нас здесь ровненько все стояло, чтобы у нас комары, зараза, не кусали. Все, засекаем 15 минут, через 15 минут все готово. Будильник прозвенел. Опа! О! Ништяк! Смотрите, какие шикарные золотистые крылья получились. Обязательно сковородка сильно нагревается. Какой-нибудь брусочек кладете на стол, чтобы стол если деревянный или пластиковый не прожечь. Вот, 15 минут и получается шикарная золотистая курочка. Ой, вообще просто великолепие. Видите, довольно нехитрый рецепт. Простой маринад, подкопченные грибочки и куриные крылья, которые на них попадают температуру со всех сторон, они получаются обжаренные со всех сторон. Golden Brown от щипы, легкое копчение. Они безумно сочные. На мангале вы такого не сделаете. Вот это самое любимое лакомство детей и взрослых. Простейший маринад. Главное угадать в соль, а дальше тандыр за вас все сделает. Мы каждый раз, когда приезжаем к Тимуру на дачу, мы привозим 3 килограмма крыльев и первый заход у нас такой по крыльям. Температура в тандыре падает, он не всемогущ. Поэтому мы достаем крылья, едим крылья, я закидываю пару-тройку полешек для того, чтобы еще раз приподнять температуру, если мы отправляем что-нибудь еще следующее туда, в тандыр. Ну, а пока все едят крылья, кайфуют, мотайте на ус, может быть вам и удастся у кого-нибудь в друзьях блатануть и сказать, я знаю, как работать с тандыром, главное, растопите мне его хорошенечко, дайте елку, крылья засаживайте и туда. 15 минут. Главное достоинство, что вы можете, например, в этом тандыре у меня в комплекте шло 12 шампуров, то есть за 15 минут 12 шампуров одновременно вы можете выставить гостям на стол и накормить 24 человека сразу. Без вот этого на мангале так, ё-моё, горит, так, здесь вода, о, это туда-сюда. Тандыр исключает все эти движения, он за вас сделает большую часть работы. Приятного аппетита, друзья, пользуйтесь.